Всем привет, ребята! Ну что ж, начинаем с главного меню. Я так думаю, что нам должны сейчас новую главу пропеть. Погнали! Но, насколько я помню, про эту кровь говорилось, что кто-то из семьи Ярла ее носит, типа его сына. Поэтому его и взяли в плен. Так что вот, по-моему, все должно быть понятно. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что ж, погнали. Узнаем насчет этого Эльтруда все поподробнее. А куда нам вообще идти надо? А, так, подождите. А мы там не могли пройти, потому что они там супер высокого уровня. Ну, сейчас посмотрим. Мы, конечно, тоже с последнего... С последней встречи стали сильнее. Но я помню, что там был у меня однозначный отворот-поворот. О, а вас же не было. Хотя 213-й сложно будет, но мы должны справиться. Ух ты. Ух ты. О, у нас уже семечко в действии. Нет, давайте сначала... Вот этого зарубим. Так, потом вот этого. Что-то как-то я не ощущаю того, что они на что-то что-то способны. Где сложность? Я их за один ход разобрал, в принципе. Ну, опыта хоть нормально дали, ладно. Ну, может, конечно, если им все-таки дать разгуляться, они бы мне там наваляли, будь здоров. Но я вообще не впечатлен был тем, что они из себя представляют. А подождите, мы же еще не дошли. Не-не-не, мы дальше должны... Да-да-да, что это я тут... Слишком рано как-то выводы делаю. Вот, да, мы дошли вон до тех ребят, и что-то как-то мы такие... Ммм... Может, не сегодня? Это самоубийство, отлично. Ну, попробуем. Охереть, у них сразу 17 очков заклинаний. Что это было? Я... Я... Я случайно... Блин, зараза, как-то произошло. Я случайно нажал. Фак. Ну, ладно. Черт, блин, а вот это фейл вообще. Я никого из них отталкивать не буду, потому что мне на ближней дистанции с ними комфортнее сражаться. Ну, я хотя бы этого убьем за ход. Так, ага, он все-таки наносит взрывом урон. Хорошо. Ах, ну вот где собака-то зарыта. Они друзей призывают. Да и в рукопаш, но они, в принципе, достаточно больно бьют. Охренеть. Безумие. Ща, гнище. Да, заруба тут, конечно, не шуточная. И мы, скорее всего, в ней как бы уже продули. Так, у вас все вот эти закончились, да, жопные умения? Жаль. Блин, не знаю, что мне сделать. Ну, да. Они сейчас снова всех призовут, я так понимаю. Классно. Это все, потому что в начале все пошло не по плану. Охренеть. О, шикардос вообще. А если бы еще и третий был. Да, они бы тут напризывали бы, конечно, да. Ну все, у вас ходы хоть уже кончились. Ой, нет. Что, еще ложили? Охренеть. Так, что-то за него можно было и этих добить. Ну ладно. О, ты взорвешься? Нет. Он только анимацию типа взрыва сделал, а сам не взорвался, зараза. Так, иди сюда. Ну вот, весь стак спилили. Сейчас он всех снова поднимет. Классно. О, да ладно. У него что, мана кончена? Нет, у него маны дохера. А что тогда он не поднял всех? Ну да, сложноватый бой был, конечно. Охренеть, сколько нам опыта за него дали. Пиздануться. Ни разу еще столько много не получали. Ого. Ну и выпало с них, конечно, деньжищ тоже порядком. Так, ну что, идем. Вот в этот так называемый глаз Саурона, который мы когда-то видели только вдалеке, а сейчас видим достаточно близко. Да, ну что ж, посмотрим, что это. Я не могу сюда попасть. Сейчас почему. Ну, очевидно, туда никаким другим путем нельзя попасть. Хотя... Возможно, вот здесь можно пройти. Я совсем забыл про это место. Сейчас я еще задание перечитаю, на всякий случай. Теперь, когда найдена реликва Рязанты, пора отыскать дорогу в замок Лэндскал, чтобы сразиться с ним, пока он не преуспел в поисках... Так, подождите. Так, мы же это, соответственно, уже слышали во вступительной заставке. Ну ладно, давайте сходим в то место, где мы еще не были, там попробуем... О! О, что же я вижу? Да, сука, у меня нет грэплинг-хука, что ли? Да вы серьезно? Я даже его изготовить не могу. Ну ладно, сейчас пойдем, купим тогда. Что еще делать-то? Так, ну сначала в город зайдем, а потом по другой дорожке пойдем. Я очень надеюсь, что у вас продаются грэплинг-хуки. Ну или на корняк мы можем ресурсов купить для их изготовления. А, наши спасители. Это из-за вас огреченник в Вайр приплыл? В стародавних легенда говорилось, что он разумный и может двигаться по своему усмотрению, но я им не верила. Я знаю, вы из благих побуждений его пододвинули, но лишь бы скверно оттуда не переползла. Так, чем торгуешь? Иссушенная реликвия отца поклонников. О! Круто, слушайте, это то, что нам нужно. Тут прямо написано, верните эту реликвию преподобному Уилфреду, которого можно найти возле гильдии искателей приключений. Тогда один из искателей приключений сможет обучиться ремеслу священника. О! Круто. То, что нам нужно. Ну, сила ей, как бы... Подождите. Так. Очки заклинаний больше, интеллект больше. Но сила в разы меньше. Да, почему бы и нет? Ей так и надо. Секунду. Секунду. Да, у него несколько другого толку броня. Так, а ты забирай вот эту тогда. Нет, не то, что нам нужно. Ладно. У кузнеца по-любому грэплинг-хуки продаются. Так. Ну, вот ни хрена подобного нет у нее. Ничего такого. Зараза. Так, ну, давайте сохранимся, потому что мы тут полумертвые такие ходим. Вот, всех подлечили. У нас магичка даже все еще почему-то пламенем объята. Так, давайте я тогда попробую их сейчас тут поискать. Вон туда как минимум зайду. Вот, чтобы просто на записи время не тратить. Паузу поставим. Так, все, я нашел, в общем, грэплинг-хук. Да, я целых три штуки купил в баре. Так что нормально, можно идти дальше. Вернемся туда, кинем его и попробуем сходить к этим феечкиным загадочкам. Там посмотрим, что мы еще недоисследовали. Ну, там дверь просто неоткрытая была. Ну, я вот прям вот предрекаю. Вот мы придем, кинем этот грэплинг-хук и опустимся к кому-нибудь телу, на котором там, не знаю, морковка, картошка, капуста там или там 50 монет. Ну, что-нибудь такое, короче, типа, типично бесполезное. Так что все пляски вот эти с бубном, которые я сейчас делал, там ходил, искал, там что-то, скорее всего, по умолчанию максимально бесполезны были. Так, и что это у нас тут? Ну, похоже на пасхалку какую-то. Забавно. Бля, ну да, видимо, учитывая вот эти текстуры, это реально пасхалка. Не знаю только, к чему конкретно это может быть отсылка. Ну, ладно, это было забавно, спасибо. Верните меня назад. Эх, пойдем думать насчет всяких вот этих загадочек эльфийских. Не помню, мы там, по-моему, как раз-таки все решили и дошли до двери, которые не могли открыть, и как бы на этом-то все и остановилось. Что, тут что-то есть, что ли? А, понятно. Увлекательное путешествие. Так, прямо, ясно. Так, травка, травка, травка. Опа. На крыняк мы можем элементарно просто там метнуться до гильдии приключенцев и сдать там этот квест, чтобы кого-нибудь из наших игроков, точнее персонажей, сделали священником. Так, заблокирована магией. Стилкей у нас все еще нет. Нет, нам это ничего не дает, мы не можем пока сюда попасть всеми правдами-неправдами. Жаль, жаль. Ну, я пока не знаю реально, как туда попасть. Стилкей у меня нету. И туда мы попасть не можем, потому что дверь там тоже заблокирована. Ну, выбора нет. Далглиш, даже, дружи, вот ты говорил, что я чуть слабее гнома, не хочешь проверить, так ли это? Конечно не хочу, ты же меня поборешь. А может и нет. Ха, ну что ж, выйду с тобой бороться, если ты выйдешь со мной на битву кузнецов по рукам. Ну что ж, мил с дарь гном, тогда у нас ничья. Один-один. Один-один. Так. Возвращаемся обратно. Сдадим квест на благодетель или как там правильно. Ну, благо тут это совсем рядом, он же там перед лагерем в гильдию приключенцев стоит. Там далеко идти не надо. Далеко. 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 Да. Да. так ну бежим как этот квест вообще уж называется вот миллион лет назад брали о священный путь называется точно вы нашли реликвию мы это сделали спасибо вам я верну ее на место как только представится случай если кто-то еще захочет пойти божьим путем пусть они приносят мне украденные реликвии я научу их значит желаешь найти в себе искру божественного для этого понадобится осознать очень-очень много но для начала помолимся же так кого я хочу обучить ну наверное мелодию хочу обучить она у нас самая такая бесполезная может что-то какой-нибудь толк от нее появится вот бог твоей душе откликнулся на твой зов теперь дело только за тобой но никогда не забывай что святость достигается лишь через смирение все выполнили задание так ребят вот у вас возможно грэплинг хуке продаются слышали про этого за анто тут поговаривают что этот древний колдун мол воскресу я про него и слыхом не слыхивал но он на стенических островах бесчинствует и вот этого у меня кровь закипает нету нету него того что мне надо так подожди это разве торговка у меня странно я думал ты торговка у вас тут два символа что вы типа торгуете странно странно очень ладно что еще у нас какие задания есть это какое-то сложное найти способы знать опалителя тоже пока хер знает уже зал мира сложная тащите его на пока хер знает где войдите в какой-то портал ну котлы смерти тоже данж наверно какой-то там по типу жезла мира там не знаю чё-нибудь из этого ладно вернемся назад на эти острова так может нам попробовать все таки выделить вот это задание хотя бы немного походить по нему а вот точняк токи у айра ну да ну наверно сюда вниз нужно куда-нибудь хер знает кто-нибудь но сюда тоже а и и и и и и О, да, конечно, пока дождёшься конца загрузки, уже разозеваешься. Ладно, нормально. Ага, а вот квест котлы смерти нам не выставляет маркер, куда надо идти. Ну, вообще прекрасно. И чё нам делать? Куда идти? Ну, можно реально потереться у тех ворот, чтобы, ну, в надежде понять, что происходит. Ну, и других вариантов я по-хорошему просто не вижу. Не исключаю, что, как иногда бывает, я, может, где-то что-то, ключ какой-нибудь пропустил. Ну, вот, например, тот же нужный нам стилкей. Ну, это бывало пару раз, мне, правда, потом в комментариях указывали, что, типа, вот, вернись, ты там ключ оставил. Я такой, ааа, точно. Точно, точно, ключ же оставил. Нет, на котлы смерти всё-таки не ставится маркер, я так, на всякий случай, решил проверить. Лучше подумаем, что здесь нужно сделать. Может, подудеть надо там, не знаю. Так, кнопок не вижу никаких. Заблокировано. Так, эта какафония вся мне никак не помогла. Ну, там, кстати, мост. Дальность прорисовки хромает, но вон мост. Вот он оттуда идёт. А потом он туда, в крепость. Чё-то возьми, чё же нам делать-то, я не знаю. У меня реально особо вариантов-то нету. Ну, предлагаю тогда нам взять с вами небольшую паузу. Я всё-таки попробую посмотреть в интернете, или сам додумаюсь до того, что нам делать дальше. Но пока что у меня нет идей. Уходим в паузу. Так, в общем, новости такие. Оказывается, вот эту дверь можно открыть. Открывается нам, типа, ну, соответственно, с телкеем, который, ну, нужно идти где-то здесь. Хороший вопрос, где его искать. Потому что я полистал прохождение, смотрю, короче, люди просто такие, ага, типа, этот же квест решается тем, что нужно просто пойти сюда, а у них уже здесь эта дверь открыта. И я такой, как бы, а где вы ключ-то, блядски, взяли? И что-то, как бы, пока не сообразил, хожу-брожу, думаю, как бы, где его реально можно найти, этот стилке. И вот, пока в голову, если честно, ничего абсолютно не приходит. То есть, ну, может, он где-то хитро как-то заныкан. Кстати, я предлагаю посмотреть, какие у неё там появились ветки священника. Клирик, да. Ага, во. Носители высшего предназначения, святые, может стать любой. Нужно просто пожертвовать своей жизнью ради благополучия Кейта и его жителей. Своей духовной силой святые способны исцелять больных, судить недостойных и даже воскрешать мёртвых. Ничего себе. Ну, ничего себе. Восстанавливаю 29 единиц здоровья выбранному союзнику. Неплохо, вот это уже поинтереснее. Снимает все проклятия. Фактический удар. Ну, давайте ещё там вторая ветка была. Носит плюс 2 урона черницам, демонам нежити. Единица здоровья за каждый раз, когда носите уроны. Хорошее умение, хорошее. Знал бы, что такая ветка пиздатая. Наверное, бы на плута бы своего поставил это всё дело. Ну, что я могу сказать? Тут только ходить, надеяться, что я сейчас найду этот ключ где-то. Других вариантов-то как бы большие нету. Только верить, что я найду этот ключ, где бы он зараза не был. Потому что пересматривать какое-нибудь там пятичасовое прохождение этой локации у кого-нибудь, что в надежде понять, где я обосрался с ключом, но это как бы, ну, это, ну, команда. Делать я так не буду ни в коем случае. Так, как я в ту локацию попадал? Хороший вопрос. Так, надо переключить эти жёлобы. Так, а как её вот это заставить крутить? Что-то я это забыл. Подождите, подождите. Так, ну вот здесь-то его, скорее всего, не должно быть. Мне вот эта сторона интересна, может ли он быть там. Так, ладно. Слазим наверх. Здесь я подбирал, я помню, вот здесь этот ключ лежал, я его взял. Так, ну, собственно, вот, да, новости такие, мне пока больше нечего добавить, я буду думать над этой проблемой. Если я сейчас, соответственно, не соображу, то считайте, это конец серии, может быть. Ну, то есть, я оставлю на паузу, но если не соображу, то мы её завершим. Пока я тут бродил-ходил, обнаружил интересную штуку, оказывается, его можно исследовать. Вот так сделав. Опа, новое оружие с головоломкой. Вот так. Так, так, так. Ну, вот здесь обычно. Так, семя чертополоха, ну, не знаю, давайте вот это. Один разрыв накладывает, ну, хорошо. Ну-ка, может и вот это можно, да, смотрите-ка. Хм. По такому же принципу разгадывается. Хм. Ну, угадал, да. Встряхивающее. Применение способности, не наносящие урон. Добавляет один статический заряд. Атаки снимают все заряды. Что-то ерунда, короче, какая-то. Никто может использовать это. Все могут, ничего себе. Здоровье, сила, интеллект. Ну, это вот, наверное, к тебе. На, это нужно в обоих руках носить. Хм. Нет. В обоих руках это неинтересно. Нам, как бы, все это по отдельности как-то больше привлекательнее. Интеллект плюс два, здоровье плюс шесть. Ну, вот, в данном случае, да. Так, подождите. Суммарно получается, интеллекта всего три дает, зато силы дает десять. А ей сила вообще не нужна. Так что, без проблем, даем ей в две руки вот это. И все. И нормально получается. Кстати, мы вот эту коробку все еще не отдали. Посылка, которую герцог Кингстон велел доставить человеку по имени Свен. Ну, открывать мы ее, конечно, не будем даже пытаться, поэтому... Так, я просто посмотрел ее. Ну, у меня все идет пока к тому, что я реально не знаю, что нам делать. Ну, кроме очевидного, нам всегда можно вернуться в какие-то прошлые локации, да, там их доисследовать, добить кого-нибудь. Мы это, безусловно, сделаем, когда, ну, изучим там оставшиеся песни, чтобы повторно не возвращаться в эти локации. Но сейчас я абсолютно не понимаю, что нам делать. То есть, этот стилкей я не могу найти. То есть, где вот его там нашли другие ребята, кто проходит, мне непонятно. Очень странно, очень странно. Я прям уверен, что это в какой-нибудь загадке, там его можно было найти, да, то есть... Ну, опять же, я посмотрел эти башни, в которых мы уже что-то решали. Там ничего нету, и как бы вот возникает вопрос, что делать. О, смотри, там что... А, это трава светится, но мы к ней пройти не можем все равно. Зачем вы ее там сделали тогда, если к ней пройти нельзя? Вообще никак нельзя. Интересно. Ну, я, как видите, все еще в поисках стилкея. Эта зараза где-то от меня спряталась и не хочет это показывать, выдавать себя. Серьезно, ну где он... Ну, где он может быть? Вообще не единой мысли. Пляж мы весь изучили. Тут смотрел, тут смотрел. Не знаю. Ладно, снова в паузу ухожу. Что-то они там, короче, поговорить решили. Меня зовут Лио Слейт. Зачем в ухо-то мне кричать? А, вот оно, что хочешь... Моей же палочкой меня потырять очень свежо. Сама придумала или подсказал кто? Я есть Лио Слейт. Ну, хватит уже, больше не буду мешать. Вот так-то уродец. Да, беднягу уже все загоняли, кому не лень. Может, вот здесь мы найдем этот ключ? Я уже не помню здесь суть этой дурацкой загадки. Все, вот, ну вернули мы их на место. Зайдем кто с другой стороны. Где я тут застрял? Из какого-то дурацкого ключа столько вообще головомоек. Просто капец. Хм, нету его здесь, зараза. Вот хоть убей. Хм, заткнули ее. Какой ужас. А зачем, кстати, на эту плиту ставить его? Давайте поставим. Ну, видимо, чтобы вот эта штука стрельнула. Хрен его, короче, знает. Реально, ноль идей. И вот чисто серия тупникает. Ну, вообще не круто, когда так получается. Ну, вот как нам туда попасть? Неужели придется следующую серию делать, что мы просто будем ходить и искать? Что нам делать дальше? Вот, нет и все. Ладно, еще одна попытка поискать. Я нашел! Я нашел эту суку! Вот он лежит! Ну, блин, получается, эту коробку зашмонали и ключ-то не увидели. Ну, капец, ну, вообще. Блин, так обидно, короче. 40 минут реального тупника серия просто ни о чем. Ах, ладно. Так, госпожа феечка. Ой, так ты ж стенку убьешься. Что? Ты пролетела сквозь нее? Эм, окей. Окей. Миссис феечка, как скажете. Так, ну это, конечно, новая комбо. Что, ты его скинуть не можешь, что ли? Алло. Ой. Ладно, хорошо. Не хочешь, не скидывай. Ну, сейчас мы расчистим путь. Их тут по углам просто распихать. Вот отсюда. Ну, так. Это полетит туда. Очень надеюсь. Ну, типа, как-то вот так. Вроде бы нормально же, да? Упс. В яблочко. Кустики подбираем. Отлично. В общем, мораль этой баси... О, вот это хорошо. О, ничего себе. Вот это намек. Простите, конечно, но... Да. Но это очень далеко. А шестеренок мы очень давно не находили. Нам в самое начало игры нужно с шестеренками заглянуть. Там дверь есть. Там, по-моему, две, то ли три шестеренки надо. По-моему, две. Так, пока сломя голову в бой не понесемся. Тут еще осмотрюсь вокруг, да. Везде, где можно. Ну, мне все еще, короче, стыдно за то, что я так затупил вообще мощнейший с этим ключом. Так, это ладно, это уже тропинка. В другую сторону, к другой двери идет там. Тоже пачка врагов нас ждет. О, а вот сохранение это дело хорошее. Кустику заберем. Иди сюда. Ты один? Серьезно? Вот и все. Еще и косарь оттуда за него дали. Ну, вообще замечательно. Хэ значит халява. Пока нет. Так, ну, ворота тоже мы эти не можем открыть, я так понимаю. Просто так за спасибо. Да, ключ у нас есть. Отлично. Здрасте, блядь, приехали. Ты еще что за хер? Ну, я пока, типа, с тылу тут попробую зайти. Ну, чтобы далеко не уходить, так сказать. Ну, мне кажется просто, что та, что эта тропинка ведут в одно и то же место. Как бы разницы никакой. Я просто хочу убедиться в этом. Так сказать, разрушить эту мнимую вариативность. Такт, ты зараза. Что у тебя здоровье, дохера. Вот и все. Что ты его с одного удара-то снесешь, снесешь. Без шансов. Так, семьи чертополоха нашли. Опа. Кусты, 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 кусты. А, то есть это все история о том, что мы просто взяли коробочку. Нет? Ну, ладно. Ну, бесполезно. За куток оказался. Идем дальше. Перед битвой с тем большим парнем, конечно, лучше бы сохраниться. Ну, просто это история о том, что это сохранение одноразовое. Вот в чем дело. А их там как бы, ну, нормально. Ахахахаха, какие хитрые. Ну, че, сучки. Че, думали я? Не соображу, что вот здесь. Ха, ничего себе. Ну, ладно. Не хотите, как хотите. Мне подавно не надо. Так, наиграли, наиграли. Ага, феечки и сундук. Это мы любим, конечно. Так, прямо ты полететь, конечно же, не хочешь просто так. Ага, ясно. О, господи, ну еще. Мне вот этого не хватало. Так, ну, допустим. Лететь ей нужно однозначно в эту сторону. Соответственно, здесь нужно все освободить. А, ну все, я уже вижу, как тут это все решается. Это сюда, а этот туда. Вот и все. Чисто. Тын, тын, тын. Тын. А, че за... Немного отвлекают меня. Сейчас мы... Так, ее, видимо, в эту нужно стрелять. А потом она прямо пролетит. Да. Вот так делаем. Ну, вот в теории, да, это как-то так должно работать. А че звук куда пропал? Так, здесь она испугалась. Здесь тоже испугалась и прямо полетела. Ты че? Алло. Ты на кой разбилась, женщина? Что с тобой не так? Может, я знак какой-то закрыл? А, ну да. Сука. Понятно. Ну, что ж вы делаете? Ну, ведь в чем проблема-то? Во. Отлично. Один камень нам надо тогда в этот угол поставить. Вот. И как-то вот эту штуку открыть, да? Вот так вот, да. Стоп, а как она туда полетит тогда? Так. Так. Ну, допустим. Ну, что? Давай, во. Отлично. Да почему? Ты че? Алло. Ты блять. Как мне тебя тогда погнать дальше? Сюда, сюда. Сюда. Здесь ты не пролетишь, наверное, да? Ага, конечно. Ну, ладно. Я предлагаю над этим подумать в следующей серии. Я что-то вот с этим ключом он меня порядком подутомил. Вот. Так что давайте возьмем перерывчик и уже потом займемся, соответственно, как-то этой локацией. Так что всем спасибо за просмотр. Всем до встречи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok